Ребята, всем привет! Я Аня и вы на канале Идейки за копейки. Сегодня я подготовила для вас обзор моих новых антистрессов. Собралась уже целая большая коллекция. Если не видели прошлый обзор, советую посмотреть. Возможно, какой-то из антистрессов вам понравится и вы его сделаете. А пока присаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на Идейки за копейки и поехали! Я очень сильно люблю суши. Поэтому сделала малюсенький симпл-димпл суши с кавайными личиками. Напомню, что сделала я их из бумаги, тонкого картона и скотча. А красная и зеленая икра выглядят очень аппетитно. Пупырки из бумаги, как вы видите, немного замялись. Щелкают уже не так хорошо, как с самого начала. Но в целом эти симплы очень мимишные и прикольные. Если понравилась такая идея, пиши цифру 1 в комментарии. Следующим возьмем арбузик. Ему я тоже добавила кавайное личико с румяными щечками и пушистыми реснички. Также нарисовала ручки. Этот антистресс я сделала из картона, цветной бумаги и скотча. Заламинировала скотчем с двух сторон. Пупырки глазки щелкают очень хорошо. Это самый настоящий летний антистресс. Если понравилась такая идея, скорее пиши цифру 2 в комментарии. Все антистрессы яркие и красивые. Каждый по-своему интересен. Глаза разбегаются. Этот авокадо мой фаворит. Абсолютно среди всех моих антистрессов. Напомню, что сделала его из фоамирана плотного картона. Это не просто антистресс, а еще и брелок. Я просто обожаю этот бантик в горошек, который я нарисовала корректором. А вот пупырка здесь вообще необычная. В форме сердца. Делала я ее новым необычным способом. Если не видели, обязательно посмотрите. Щелкает тоже немного необычно. Этот брелок я точно повешу на ключи или свой рюкзак. Если нравится такая идея, скорее пиши цифру 3 в комментарии. Оказывается, яичница глазунья – это не только вкусный завтрак, а еще и супер идея для Симпл Димпл. Сделала я его из картона и фоамирана. А желток с испуганными глазами и острыми зубами. Щелкает классно. Но здесь я использовала фоамиран толщиной 1 мм, так как желтого плотнее у меня не было. Но фоамиран 2 мм звучит громче, прям как настоящие пупырки. В целом идея классная. Если понравилось, скорее пиши цифру 4 в комментарии. Открытка панда антистресс, да еще и секретиком. Станет супер подарком или дополнением к нему на любой праздник. Внутри можно написать абсолютно любое пожелание. Или же нарисовать рисунок. Потрудиться, конечно, немного пришлось, но результат того стоит. А пупырки помогут снять любой стресс. Если нравится идея, пиши цифру 5 в комментариях. Хочу знать, какой же из антистрессов ваш фаворит. Кнопка из игры Among Us выглядит как настоящая. Сама пупырка из плотного фоамирана. Можно нажимать бесконечное количество раз. Щелкает громко и классно. Нравится такой симпл-димпл? Пиши цифру 6. И поехали дальше. Этот малюсенький антистресс сквиши симпл-димпл можно и пожмакать как сквиши, и пощелкать как симпл-димпл. А личико я нарисовала с двух сторон. Сделала я его из спонжей, фоамирана, а внутрь вклеила заколку-хлопушку. Два антистресса в таком малюсеньком ананасике. Пиши цифру 6, если понравилась идея. А любите ли вы шоколадки, как люблю их я. Антистресс в виде любимого лакомства превзошел все мои ожидания. Я сделала его из пустой упаковки от конфет и фоамирана. Саму упаковку раскрасила акриловой краской коричневого цвета. Она быстро сохнет, не лущится и не трескается при нажатии на пупырки. Щелкает необычно, но этот звук мне точно нравится. Если понравилась идея, пиши 7 в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких сладкоежек. Эта совушка точно снимет любой стресс, так как в ней много щелкающих пупырок. Я долго думала, какие подобрать цвета, но, по-моему, получилось все ярко и классно. Пупырки щелкают достаточно громко, а вот глаза пупырки получились просто огромные и, как оказалось, звучат еще громче. Если посмотреть ей в глаза, создается впечатление, что они бегают или разбегаются. Если понравилась совушка, пиши 8 в комментариях. А как вам такой антистресс-осминожка-перевертыш со сменой настроения? Он занял немало времени, даже можно сказать много, чтобы его сделать. Потребовалось минимум бумаги и скотча. Только пришлось нарезать много-много малюсеньких кусочков. Внутрь я положила синтепон. Получилось очень красиво и аккуратно. Главное, хорошо проклеивать все швы. Попробуем вывернуть, и наш осьминожка станет грустным. Но, честно говоря, мне больше нравится, когда он веселый. Поэтому выворачиваем его обратно. Нужно все делать аккуратно и медленно. Оказывается, из бумаги и скотча можно сделать такую классную игрушку-антистресс. Если нравится идея, пиши цифру 9 в комментарии. А эти горошки-брелки ни вас, ни меня не оставили равнодушными. В каждой бусинке я нарисовала глазки и ротик. Вы только посмотрите, как классно они прячутся, а затем выпрыгивают из стручка. Сделала я этот брелок из кусочка фоамирана, 4 бусинок и тонкой резинки. Честно говоря, этот антистресс намного лучше, чем покупной. Нажимается очень легко, а в покупном не очень. Такой игрушкой можно играть бесконечно. Интересно и взрослым, и детям. Проверено. Если не делали, обязательно посмотрите видео и повторите. Уверена, понравится. Если этот антистресс понравился тебе больше всего, пиши 10 в комментариях. Этот симпл-димпл точно как из магазина. Сделала я его из белого фоамирана, а пупырки трех цветов. Многие в комментариях писали, что он выглядит как настоящий. Честно говоря, я очень стараюсь все делать аккуратно и красиво. Зато результат всегда радует. Но бывает, что приходится переделывать всю поделку заново. Из-за незначительной ошибки. Поэтому не только у вас не всегда получается, но и у меня не всегда с первого раза. Главное терпение и желание. И результат будет радовать. Пупырки сделаны из фоамирана толщиной 2 мм. Щелкают как настоящие, громко и звонко. Можно щелкать бесконечно. Ребята, у меня глаза разбегаются. Какой же брелок повесить на ключи, а какой на рюкзак? Они все такие классные! А может все сразу? Напишите в комментарии. Ваше мнение для меня очень важно. Обещаю, фотоотчет оставлю в сообществе. Однажды мне на ладонь села божья коровка. Я делилась с вами фотографиями. Для меня она является символом тепла и настоящего лета. Вот так и родилась идея с анти-антистрессом. Пупырка здесь половинка от упаковки Kinder Joy. Кстати, осталась еще одна. Если есть идеи, пишите в комментарии. Из капсулы и картона получился вот такой классный яркий антистресс. Я использовала акриловые краски и, как видите, пупырка все такая же красивая. Краска нигде не потрескалась и не слезла. Можно нажать и пупырка медленно возвращается в свое положение. А можно просто пощелкать. Если тебе нравится такая идея, скорее пиши цифру 12 в комментарии. Этот антистресс с человечками точно поднимет настроение. Человечки разного цвета и с разными эмоциями. А пупырки я сделала прямоугольными, но щелкают они громко и звонко, как и круглые. Если нравится эта идея, пиши 13 в комментариях. Как вы видите, коллекция у меня уже достаточно большая. Каждый антистресс по-своему классный. Давайте проголосуем и посмотрим, какой же все-таки является вашим фаворитом. Ваше мнение для меня очень важно. Всем отличного настроения, классной летней погоды и никаких стрессов. Пока-пока! До новых встреч на Айдейки за копейки!